Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и у нас в гостях управляющая региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашии Галина Григорьевна Николаева. И сегодня мы поговорим над темой, которая волнует всех будущих и молодых матерей – выплата денежных пособий. Галина Григорьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на какую именно поддержку государства могут рассчитывать будущие мамы? Будущие мамы и семьи наших граждан могут рассчитывать на четыре вида пособий. Это пособие единовременное за раннее вставание на учет в женских консультациях по беременности, само пособие по беременности родом, единовременное пособие при рождении ребенка и также пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет. Видов пособий очень много, а какое из них можно получить самым первым? Самое первое пособие – это пособие по беременности родом. Женщины беременные в нашей женской консультации выписывают листок по времени и трудоспособности в связи с беременностью родами до 140 дней. И куда она должна с этими документами обращаться? Листок нетрудоспособности, как правило, предоставляет женщина по месту работы своему работодателю. А что делать, если работодатель отказывается выплачивать пособие по уходу за ребенком? В случае, если есть проблемы с выплатой пособий по беременности родом, каждая женщина может обращаться, конечно же, за защитой своих прав к нам в региональное отделение фонда социального страхования, государственной инспекции труда, а также судебные органы. А вот есть ли какая-то альтернатива? Вот, например, можно ли получать выплаты в органах социального страхования? В органы социального страхования тоже идут прямые выплаты женщинам в связи с беременностью родом в тех территориях, которые находятся в пилотном проекте прямые выплаты. Когда идут прямые выплаты, то тут предусматривается на основании сведений, которые идут на работника, застрахованного от работодателя, фонд социального страхования в ряде регионов Российской Федерации назначает эти выплаты. Сам фонд и перечисляет нашим работающим гражданам застрахованным на их лицевые счета в кредитных организациях. К сведению могу сказать, что Чувашская республика тоже в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации приступит к прямым выплатам с 1 июля 2019 года. То есть два года осталось дать, а сейчас получается, если данный момент у нас в республике как быть? У нас прямых выплат нет, но вместе с тем мы также назначаем выплаты нашим застрахованным гражданам в случае времени трудоспособности, а также по беременности родом нашим мамам будущим, в случае, если у работодателя нет на счету кредитных организаций денежных средств, или организация находится в банкротном состоянии, или же при случае, когда невозможно найти работодателя для того, чтобы получить, скажем, присужденные на основании судов решения о выплате принудительным вот этих пособий по времени трудоспособности в связи с материнством и родами. То есть такая же ситуация складывается, если организация обанкротилась, да, закрылась? Да, конечно. Это в первую очередь при банкротах мы уже назначаем на основании сведений, принятых соответствующими органами о признании банкротом предприятия и организации. А если есть необходимость уточнить сведения, есть ли средства, уточнить, например, иногда женщина не может, какой же размер заработной платы есть, то тут беременной женщине на помощь приходят органы Пенсионного фонда Российской Федерации. На основании заявлений выдают сведения о заработном плате женщины за истекшие два года, на основании которого по среднезаработной плате исчисляются пособия. А вот если мама хочет прервать отпуск и выйти на работу, может ли кто-то из ее близких родственников получать денежное пособие по уходу за ребенком за нее? Так, тут вопрос, видимо, надо разъяснить по порядку действий. Женщина для того, чтобы прервать свой отпуск по уходу за ребенком, который ей был предоставлен до достижения полутора лет, в первую очередь должна обратиться к страхователю и уведомить о том, что она уже выходит на работу и прекращает свой отпуск по уходу за ребенком. Далее, кому ухаживать за ребенком до достижения полутора лет, семья принимает решение сама. И может отец, может бабушка или дедушка ухаживать за ребенком и взять отпуск по уходу за ребенком также до достижения полутора лет. Но непременно условие, чтобы ухаживающий за ребенком гражданин был застрахован и в это время находился на работе в трудовых отношениях какой-либо организации. Тогда в той организации, в которой работает или бабушка там, или отец ребенка, оформляется также на основании заявления отпуск по уходу за ребенком. И там назначается также пособие с этого предприятия, с этой организации, по уходу за ребенком конкретному гражданину застрахованному. Вот летом текущего года у нас был случай назначения прямых выплат одному из работников наших предприятий и организаций в одном из районов, могу даже назвать это район, город Канаж. И мы встретились конкретно с фактом, когда отпуск по уходу за ребенком переоформил на себя уже отец ребенка, а мама вышла на работу. То есть папа, соответственно, уже не работал, да? А папа ухаживал за ребенком. И пособие уже назначалось в этом случае отцу ребенка, уходу за ребенком. И еще один вопрос. Известно, что больничный считают, исходя из заработка за предыдущие два года. А вот такой пример, вот если женщина была домохозяйкой и начала работать только вот в этом, в 2017 году, что выходит? Она ничего не получит за больничный? Больничный обязательно будет оплачиваться, но при этом, исходя из среднего размера, минимального размера оплаты труда, который у нас с июля 2016 года равняется 7500 рублям. То есть она, получается, куда обращается? В ее же организации, которая только что устроилась? Конечно, конечно. Расчет начисления всех пособий, в том числе по времени трудоспособности, осуществляет работодатель. Но мы, как фонд социального страхования, в плановом порядке, тогда, когда нужно смотреть расходы организации, поскольку мы финансируем, компенсируем расходы организации на выплату времени трудоспособности за счет фонда, конечно же, проверяем правильно ли исчисленные размеры пособий по времени трудоспособности сей с материнством. Галина Григорьевна, большое спасибо за ответы. Спасибо. А я напоминаю, у нас в гостях была управляющая регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашии Галина Григорьевна Николаева. Это была программа «По существу». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова